В предвыборный год политические партии заметно активизировали свою деятельность, хотя официально старт избирательной кампании еще не дан. Только в районе Басарабяска за последние месяцы различными политформированиями был организован целый ряд мероприятий и благотворительных акций. Для жителей Садакли, например, представители территориальной организации ДПМ провели праздник «Два поколения, две судьбы». «Я хочу поблагодарить всех организаторов этого красивого мероприятия. Мы смогли забыть о своей душевной боли. Нам все здесь нравится». В дни летних каникул демократы еще не раз организовывали в Басарабяске различные мероприятия для детей. Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» провели в городе и члены ЛДПМ. Представители этого же политформирования внесли свой вклад в обустройство недавно освященного храма святого Николая Чудотворца. «От нашей команды, именно от Владимира Филата, мы привезли в подарок денежный подарок в сумме 50 тысяч лей». А вот председатель территориальной организации партии социалистов развернул акцию «Люблю Бесарабку». В ходе данной кампании в микрорайоне Фламында был благоустроен курган дружбы. «Данная акция будет длиться до следующих местных выборов. А потом мы ее продлим и посмотрим другие акции. Я не думаю, что мы остановимся только на одной акции». Самой нашумевшей благотворительной акцией последних дней стало вручение ключей от квартиры в Кишиневе незрячему парню из Басарабяске. Такой подарок Олегу Калдорарь сделал председатель нашей партии Рената Усатый. «Я верил в то, что у меня будет когда-то квартира. Я всегда буду помнить для вас. Спасибо вам большое». Жители Басарабяски к подобным благотворительным акциям со стороны политиков относятся по-разному. «Очень отрицательно, потому что они подкупают человека этим. У нас низкий уровень жизни, и каждый человек подкупается на это. Поверьте мне, подкупается. Особенно старики, пенсионеры. За килограмм сахара можно их купить». «Обман людей. Потому что пускают пыль в глаза и все. Что они фактически делают? Подарки – это несущественно. Добавьте пенсию. Тем людям, которые не имеют 500 или 600 пенсию, то нуждаются, кто больные, он как больные, а не другим людям. Эти подарки – это что такое?» «Нет, нет, это не политика. Просто надо как-то быть добрее, вежливее, уважать друг друга. Потому что мы жители Молдовы. Мы должны ее поднять, чтобы наша Молдова расцветала, чтобы наши дети радовались хорошей жизнью». «Я могу вам сказать только почему. Наверное, электораты ищут. Потому что они сегодня обещают, чтобы их выбрали, а в конце концов, после того выбора, они уже ничего не обещают. Обещания – ноль». «Таких вопросов я политикой не занимаюсь». «Я вообще против подарков от политиков». «Почему?» «По это называется подачки, чтобы задобрить избирателей перед выборами». Очередные парламентские выборы в Молдове пройдут 30 ноября. Избирательная кампания стартует за 60 дней до этой даты. Продолжение следует...